Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Ну а никакие разработки и тем более внедрения невозможны без хорошего финансирования, без капиталов, так сказать. Поэтому сегодня у нас интервью с очень важными людьми с компанией SkyWay Capital, название которой говорит само за себя. Начнем, конечно же, с лидера этой организации. Хотелось бы всем вам, ребята, задать такой вопрос. Какие ваши впечатления от выставки? Транслируйте свое настроение тем, к кому вы обращаетесь. Спасибо, Михаил. Ну впечатления в первую очередь просто вот разрывающие, по-другому здесь не описать. Почему? Сегодня это место, наверное, самое посещаемое. И не только сегодня, за все вот эти прошедшие три дня, да, это место просто посетило очень много людей. В том числе наших партнеров, акционеров, да, очень много было руководителей других компаний, которые представляются также на этой выставке. И на самом деле очень приятно видеть вот этот плод, который мы взращивали, да, потихонечку-потихонечку на протяжении последних двух с половиной лет. И здесь мы представляем уже готовый продукт. Это действительно бесконечная радость. Ну, переполняет просто эмоциями. Вот. Спасибо, Михаил. Спасибо вам. Представьтесь, пожалуйста, и ваше впечатление. Инната Анджиана, член правления «Капитал». И мое... В камень и береги. Мои ощущения, это прелесть, чудо свершилось. Я всех поздравляю с праздником. Это огромнейший праздник нас всех вместе. И самое главное сказать, нас тут прекрасная команда, ну, самая основная команда осталась дома. Поэтому всем, кто остались дома и не смогли прилететь в Берлин, я вам передаю привет и большое-большое благодарство за то, что вы с нами, вы инвестируете, вы делаете то чудо, которое свершилось. Вот за нами. Спасибо большое. Спасибо вам. Масл Владимир, член правления. И, дорогие друзья, вы знаете, вот мое впечатление от этой выставки, это то, что здесь есть ложка дегтя в бочке меда и есть целая бочка меда. Ложка дегтя – это то, что все представленные другие технологии, это уже вчерашний, позавчерашний день, они приукрашены. Да, есть новшества, но они больше в информативной такой, в инфотехнологической сфере. Единственная наша представлена технология, которая является инновативной. И это очень радует. Здесь эти дни показали, насколько для инвесторов очень важна именно поддержка. И то, что здесь, как выразили, что «О, хорошая идея». Один человек, моя супруга, сказала, что это не идея, это реально реализованная вещь. Вы можете ее потрогать, можете в ней посидеть. И это точно так. Поэтому я поздравляю всех, я поздравляю команду, поздравляю всех и желаю успехов в нашем дальнейшем пути. Спасибо. Спасибо вам. Пользуясь случаем, передаю всем привет из Берлина. Приветствую, дорогие друзья, на связи Алексей Суходоев. Ну, что я могу сказать. С первого дня на выставке рост популярности стенда просто не в арифметической, в геометрической прогрессии. Мы действительно видим, что мы правильно выбрали метод развития, изначальный метод развития, который в качестве еще одной инновации заложил Анатолий Эдуардович Веницкий. Это народное финансирование, это краудинвестинг. Потому что на других стендах такого количества народу на четвертый день просто невозможно найти. В сентябре еще только начиналось строительство экотехнопарка. Сегодня мы видим вот этих красавцев, наших юрких, мускулистых, подвижных составов. Это действительно счастье, дорогие друзья. Это наша с вами заслуга. То ли еще будет адресные проекты, рамочные соглашения с вице-губернаторами, буквально рождение прямо на стенде, договоренности об адресных проектах. Это еще даже нет цветочки. Это только начало. Приглашаем всех присоединяться к нашему проекту, потому что он развивается по всей планете. Это видно от внимания участников всех стран к нашему стенду. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Ирина Волкова, Skyway Capital, член правления. Я также хочу подтвердить и сказать о том, что это только начало. Хочу передать всем нашим региональным лидерам огромный привет и сказать, ребята, все самое интересное только начинается. Впереди очень большая работа, большие планы, большой путь. Много автобусов каждый день, каждую минуту движутся от аэропортов, от всех точек Берлина на наш стенд. Очень интерес большой, очень большое влияние. Поэтому, коллеги, вся работа зависит от нас в том числе. И это наше с вами совместное достижение. Все, что мы наблюдаем, все, что мы сейчас лицезреем, это все наша общая заслуга. Поэтому большая благодарность всем вам. И впереди большая работа. Спасибо большое. Добрый день. Лариса Артамонова. Я хочу сделать большой акцент на том, что технология Skyway показывает не только новый инновационный транспорт, но новый вид и новый способ развития планеты. Посмотрите, что происходит. На сегодняшний день политику на планете Земля вершат не политики, вершат люди, простые люди. Мы не единственный проект, который поднимается за счет краудинвестинга. Но мы проект, который может расширить и показать всей планете Земля, что настало время человечеству, наконец, определиться, на какой планете оно хочет жить, что оно хочет видеть, каким воздухом оно хочет дышать, и в каких городах, в данном случае, в наших линейных, человечество желает проживать. И на сегодняшний день, когда я наблюдаю такое количество посетителей, инвесторов на нашем стенде, это показатель того, что наши инвесторы на сегодня процветающие люди. И это не пустые слова. У нас было несколько встреч с министрами транспорта, нескольких республик, нескольких государств, с ведущими руководителями отделов министерств транспорта, и все заявляли, что они необыкновенно, необычайно заинтересованы в посещении выставки. Но, на секундочку, у них нет средств на то, чтобы приехать. Вы знаете, вот все, кто здесь, тысячи инвесторов сегодня, у них есть деньги на то, чтобы приехать. Но у транспорта, который действительно на сегодняшний день показал свою фиаско, нет средств и нет финансирования. То, что я наблюдаю, что больше всего радует меня, я всегда за объединение сознания, за объединение технологий и за объединение человечества. И когда я наблюдаю, что на наш стенд подходит представитель Сименс, подходит представитель Хайпер Лук, для меня это показатель, что люди начинают понимать, у нас нет конкурентных технологий. На сегодня никто не мешает Сименсу начать размещать на своих заводах производство юнибусов, потому что на сегодняшний день наверняка юнибусы выйдут вперед. Это будет такой прорывной скачок, когда весь мир захочет строить у себя эти дороги. И все те, кто на сегодня занимался железнодорожным транспортом, мы с ними лучшие друзья, потому что у них производство, на которых можно размещать те уникальные и грандиозные дороги, которые мы с вами пытаемся строить. И от управляющего совета, от совета Кэпитал, от фонда Кэпитал, нижайший поклон всем инвесторам, потому что благодаря вам, ни политикам, ни каким-то гигантским крупным инвесторам, ни крупным промышленникам, благодаря каждому из вас, сегодня эта технология состоялась. И мы желаем ездить на этих дорогах в самое ближайшее время. Ура! Сергей Анатольевич, вам есть что добавить? Так, отсюда? Так, ну, друзья, значит, как-то непривычно. Обычно я что-то уже в последнее время беру интервью. Друзья, конечно, выставка впечатляет, если уже несколько подводя итоги. То есть многие видели все это и в репортажах Михаила, и в репортажах в Перископе. Я просто несколько вещей, которые действительно впечатлили, которые, ну, вот, скажем так, ради чего мы приехали. Начну вот с сегодняшнего захода. Мы с Алексеем зашли, прошли по всей практической выставке, чуть-чуть заблудились. Вот, ну, благодаря этому показали больше выставки. Друзья, она значительно опустела. Мы показали стенды, показали вот Дуримар, вот этот соседний стенд, где он больше, там, Кока-Кола, чай, кофе, столики, стулья. Но стенд пустой, никого нету, вы это видели. Здесь вот сейчас разговаривали, позвонил Антон Леонидович Юницкий, говорит, как у вас там? Я говорю, ну, у нас мы тут ходим, толкаемся боком, потому что народу много. И это главная оценка как раз того, что здесь происходит. А если говорить о таких знаковых событиях, то много уже говорили, я просто при этом присутствовал, когда пришел первый вице-президент Сименса. Виктор ему сделал презентацию. И на него было шоком, когда он, сидя в юнибайке, постучал по нему, говорит, ну, макет хороший, а когда сделаете действующий образец? Он говорит, да, в принципе, этот образец через две недели встает на испытания. Для него, как для профессионала, это был шок. Он сразу вышел, говорит, а Юнибус это что, тоже действующая модель? Он говорит, да, это... Он говорит, а какие вы можете делать пролеты? Это промышленные образцы, они действуют? Да, это промышленные образцы, а не макеты, которые привезли на выставку. Он был поражен. Ну и следующий момент. Он три раза спросил, вы откуда компания? Ему три раза пришлось повторять, что это из Белоруссии. Из Руслан? Да. И когда он сказал, а какие вы пролеты будете делать? И Виктор сказал, что 400 метров пролет, которые уже монтируются. Он третий раз спросил, откуда вы? И сказал, я обязательно приеду это посмотреть. Вот это, друзья, оценка профессионалов. И, соответственно, еще очень важный момент, который он заметил. Он задал Виктору вопрос, за сколько вы сделали эту машину? Ему пришлось соврать Виктору, потому что если бы он сказал, что за четыре месяца, он бы посчитал, что мы сумасшедшие. Просто обманываю. Поэтому он сказал, что за год, ну, пускай нас за эту небольшую неправду нас простят. Потому что спроектированы, изготовлены эти обе машины за четыре месяца. А сейчас, друзья, нам много говорят, идет монтаж уже путевой структуры, и буквально в ближайшее время вы увидите их уже в ходовые испытания. И еще один хит, который я не могу не сказать, вчера это было в Перископе, в прямом эфире, это высочайшая оценка того, что произошла. Был вице-губернатор Челябинской области, Руслан Кадиров, он посмотрел, посидел, и потом непроизвольно получилась такая вещь. Он говорит, я знаю о вашей технологии, мне год назад показывали проспекты, я не поверил. И я ему говорю, ну, а сейчас-то, Руслан, как поверил, убедительно, он постучал по юнибайку, говорит, вот что убедительно. И это, друзья, настолько было показатель, и для этого все это сделалось, и это, друзья, уже сделано. Трудно сказать, что мы теперь что-то обещаем, мы что-то говорим, мы это сделали, и Анатолий Дуарович звонит очень часто, он сейчас на монтаже, поэтому, к сожалению, он не может здесь присутствовать, хотя место его здесь. Но Ротхук, конечно, просто не могу не высказать ему свое восхищение, как он работает, как он общается с людьми. Вот поэтому, друзья, я могу сказать, что это наша общая победа во главе с Анатолием Дуаровичем Юницким, и это то, что дальше будет только развиваться и только усиливаться. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.definsystems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда вы все вместе с нами, как мы здесь в Германии, поймете, что свой самый главный труд всей жизни Карл Маркс когда-то посвятил компании Skyway Capital. Строй Skyway! Спасай планету! Кэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэк Продолжение следует...